Это явно не чемпионская игра. Ликвиды здесь были просто ужасные. Единственное, что их спасал, это суперсильный пик. И суперслабый пик Нипов. Скорее, суперслабый, руинищий, максимально пик Трента. Максимально заруинил драфт. Тоже входил в пик. Да, да, да. Ну, что я могу сказать по этой игре? Ликвид, конечно, могли закончить гораздо быстрее, если бы Майн Контрол купил, как мне кажется, это место Пайпа Кримсон в этой игре. Им бы проще было гораздо на хайграунд зайти. Они сделали большую ставку на Медведя вот этого в начале игры, да? То есть максимально задушили Эмбера. Хотя в один момент казалось, что там могут и Троллю неприятности в принципе доставить. Интересный был айтем билд. Был айтем билд от Тролля. То есть это Манта и Мьолнир. Дальнейший. Ну, мне кажется, что все-таки стоит максить фисты на Эмбере, я слышал. Хорошая такая фишка. Много урона наносишь, а не вот бегаешь вот так вот, и не можешь ни одну кнопку нажать. Ну, тут можно много над пиком поразмешать. Возможно, Непам стоило кунку пикнуть, как и для Ликвид тоже была кунка хороша. Ну, по итогу Медведь хороший темп, конечно, задал. Но кунка лучше выглядит, чем Эмбер. Много дает, и под Луной он много может сделать. Вкратце, кунка это надежная АУЕ, которая была жизненно необходима для Непова. Да, да, но у них не было урона. То есть, и, конечно, они не могли там прям на сто процентов знать, что Ликвид пикнут Лундруиды, да? Но сам по себе кунка, он очень хорош против Лундруидов. А Эмбер это как Бауин, это в далеком будущем. АУЕ, когда он там возьмет 25 уровень. Я бы, кстати, не сказал, что это в далеком будущем, просто проблема в том, ну, проблема в его айтембилде, в скейлбилде. Я бы сказал, что пока он не покупает себе слоты на урон, он наносит очень мало урона с фистами, и, соответственно, вот Луна нажимала... С фистами он много наносит урона, но он их не максил. Ну, то есть... Хорошо, я переведу свою мысль. Когда он нажимает на фисты, он не может за фисты разом убить самунов Бесмастера, всех самунов Чена, они остаются, он нам подрубает Эклипс, Эклипс бьет по всем юнитам, и все это отхиливается Ченом. Если бы на месте Эмбер Спирита был какой-то кунка, который закидывает корабль, закидывает торрент, и подходит, дает Критулю, это все могло умереть за раз, и тогда заходит хороший Эклипс. Я правильно выразил? Согласен, согласен. Но это выглядело бы перспективнее, скажем так, в этом драфте гораздо. А Эмбер, ему нужно время, ему нужно лаву, ему нужно шмотки. Ну, без стенки Нипы вообще практически не могли драться. То есть здесь стенка очень много давала, потому что у Ликвид много героев, которые дают ауры, то есть если ты делаешь стенку с беста, то есть иллюзия появляется, это уже плюс аура, плюс урон. Это единственная возможность разгонять. Кстати, по поводу ганима, по-моему, Успа 20 уровень уже был, поэтому там Рошана убивать ради аганима, чтобы дать его луне, ну, немножко странно звучит. Вот это касаемо того, что комментаторы в конце игры говорили. Ну, тут на самом деле, несмотря на то, что Нипов был, аганимный. Да, аганимный. Питали самуна. Все довольны. Что, Диман? Я к тому, что у Нипов всегда был шанс нормально сыграть, даже несмотря на то, что... Не, в этой игре им было достаточно тяжело выиграть. Ну, и о том, что вот этот файт, как раз таки, который мы только что видели на шрайне их, на ботомном, которого там еще не было, в тот момент, где они отдали стенку совершенно неизвестно зачем, то есть у тебя есть улунный байбэк, вы еще можете нормально подраться хотя бы 4 на 5, но ты отдаешь на файте, который уже точно проигран, просто прилетает туда, то есть предстритий, и кидает стенку, и тупо убегает оттуда, он и эта стенка никаким образом не роляет, и ты с кулдауном важнейшего спала находишься и просто теряешь, соответственно, две стороны там ряд. Ну и дальше уже финал пуш, который ничего не роляет. Ну, тут, скажем так, это уже такой последний момент отчаяния, когда с рапирой пошли, ландруид уже заскипал пачку, игра уже проиграла. На это рапирой, на самом деле, в лейте было вообще порвано, потому что если бы тролль купил башер, там, вместо любого другого слота, вместо молния, например... Да, тролля, в принципе, тут убить тяжело, у него куча армора, у луны не так много урона. Набегает на одного, подходит МК, подходит Морф, подходит тот и еще, но в этой игре просто на исталкер в соло набегал, на половину героев Ликвид, и в соло убивал их, пока тролль и МК спокойно фармили свои айтемы. Здесь в 33-й слишком много, слишком хорошо оставил свою линию, убивая Дараксира под Т3, он слишком круто разгангал в мидгейме, когда залетал там под Т1 сверху, и опять же, делал очень много киллов, и при этом он очень хорошо, то есть чувствовал игрон, аккуратно играл, он не умирал. То есть вот он набил свой стрик, он его не отдавал, за счет этого ребята просто сноуболили в вечность. Да, тут Морф, кстати, интересно, в Агилу перекачался. Так вот, я хотел отметить тот момент, что Морфата пикнули уже в Нейт Сталкера. Это такой достаточно спорный момент, при том, как они расставили линии. Ну да, да. Они хотели играть ничего. Опять же, мне непонятно, почему Марша в мид не поставили против обезьяны, он бы отстоял плюс-минус так же, как и Манки Кинг, он всегда может откинуть обезьяну, когда она там 3 стака набирает, то есть ты можешь играть по принципу того, как играл Манки Кинг раньше, когда он, скажем так, на нем только начинали обузить, чтобы для него там были всякие неприятные матчапы, типа Лины, и вот, не знаю, там, попы какой-то, герой, который тебя там подгнабливали, то есть ты просто пулюшь на себя крипов, рейнджа секьюришь первым скиллом и качаешься дальше, и так повторяешь постоянно. Кирилл, у нас тут уже шоу-матч намечается, Кирилл против Егора, там битва в среднем топ-стайм МР, но те, кто выше топ-стайм МР, и в общем, Кирилл будет представлять интересные... Да, два матчапа будут играть с игром. Главное то, что Кирилл будет представлять интересы морфинга, а Егор будет оставить... Вы просто говорите слово Егора, я тебе скажу, что 99,9,9% людей не знают. Арк, 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 да. Хорошо, да, наш следующий молодой человек, да, вот наш следующий аналитик Арк, он будет представлять интересы МК. Вот я поставил на МК. Да, моя просто позиция была такая, что, ну, просто парни говорят, что Манки Кинг не может проиграть мид морфингу. Я сказал, что такое возможно. Ну вот мы глянем, устроим там Best of 3 серию. Да, хорошо. В общем, здесь, помимо того, что был очень хороший темп у 33-го, я могу сказать, что Ликвиды выдали не самую лучшую игру. То есть вот я следил за этим Марсом, мы видели его арену, мы видели... Это, знаешь, это мужик завода пришел поиграть на Марсе. Да, да, да. Как бы замаксил второй спелл после линии. То есть, да, то есть вот второй спелл, по-моему, ну, ошибка максит второй спелл, когда у него нет урона, и второй спелл хорошо работает, когда есть артефакты. Но когда артефактов нет, то зачем он? Понимаешь, я могу понять его логику, да? Ты играешь против Абаддона, он все равно снимет щитом, как бы, но... То есть это очень странно. Это очень странно. Сам пик Марса, он тоже тут не особо внушает доверие. Ну, и как, в принципе, как и геймплей на нем, который Матумбу продемонстрировал. Ну, складывается ощущение, что он на нем, там, может, одну-две игры сыграл, и сказал парень, не волнуйтесь, развалю. Да, еще вот у нас, у нас тут еще была надежда, когда вот мы сидели, обсуждали, что, возможно, будут суперкрутые комбинации через вакуум, арену, Марса и там подкопы Никса Сайсена, но ничего похожего мы не увидели даже и близкого. Вот иногда были отличные вакуумы, но, к сожалению, не было продолжения. Кто урон были наносить даже в эту всю комбинацию? Ну, надо хотя бы начать с чего-то, то есть они даже с этого не начали, и по итогу Ликвиды, ну, сыграли просто ужасно. То есть вот они пытались, они старались, и все не шло. Например, не шла игра у Фуриона, который вроде бы пятерка номинальная. Ну, Фурион это единственный герой, который игру заделел. Да. То есть он грамотно ставил варды на линиях, вот он на бот линии постоянно ставил вард, скипал за счет ультимет, когда огонь не провелся. Да, он вроде бы пятерка, но там был такой момент, что не по итаках перефармливали, и он как бы игру делел, но от этого преимущество не поф росло, и в итоге вот мы в конце увидели там где-то 36к перефарм, только из-за того, что Фурион нафармил много, но у нас предпущие вочтейнка ловили, Нетферс у него был такой солидный для пятерки, которая потом перешла в четверку, и в данном случае Ниппы просто фармили очень-очень много там коры. Проблема в том, что просто три кора против одному, ну если так. С двумя башерами. Все три кора были очень ослаблены. Но я считаю, что Нетферс эту игру выиграл абсолютно в соло. И вот, кстати, у нас еще была беседа по поводу тролля, который там убивает морфа с диффузом, потом пришли к выводу, до любого героя убивает за башер. Нет, ну это понятно, но... Замечательный герой. Просто тролль сам по себе достаточно неплох против морфа. Если он может до него добраться и один раз... Нет, я согласен. Я просто скажу под себя, что это против любого героя работает. Он до любого героя доберется с башером. И будет то же самое, что со Свином, когда 100% хп Свин, 10% хп Тролль, доканчивается замес, тролль 100% Свин мертвый. То есть я к этому веду, что добираясь до любого героя, он убивает его с башером. В принципе, вот в лейте тролль проблемный чарк, потому что реально его остановить невозможно, задезеблить его нереально из-за того, что он ультимейтом и с талантом применяет к себе сильное развеивание, и он реально...